Итак, дорогие друзья, сегодня 2024 год, но каких-то 20 лет назад тут было все совершенно по-другому, и жизнь была совершенно другая. Не было интернета, не было соцсетей, не было сайтов знакомств. Единственным местом, где люди могли встретиться, познакомиться, послушать музыку, повидать друг друга, рассказать последние сплетни – это дискотеки. Ну что, дорогие друзья, мы находимся в легендарном клубном пространстве города Красноярска. Это начало 90-х, это дом кино ныне, а в те времена это была самая модная дискотека. Вот за этими дверями, вот этой стены не было, тут была решетка, с левой стороны был диджейский пульт, колонки, дальше был большой танцпол метров на 200, наверное, квадратов, и все это упиралось в барную стойку. Сюда ходила такая модная молодежь того времени, потому что тут была какая-никакая, но конкуренция. Была дискотека в доме офицеров в те времена, а октябрь считался такой элитной дискотекой для тогдашней прогрессивной молодежи. Была одна история, которую мне рассказали ребята диджакеи, которые тут работали. Тогда охрана особо не церемонилась, и была одна девушка, которая там устраивала драки, короче говоря, скандалы. Ее попросили выйти, она не захотела выходить, ее настойчиво попросили выйти. Она сказала, у меня папа прокурор, на что охрана сказала, ах, у тебя папа прокурор. Взяли ее вот так вот за волосы, и вот по этим лестницам до самого выхода тащили. Стандартное явление для того времени. В этом месте, вот где вход, была такая решетка, и где-то вот здесь, на таком возвышении, была такая будка диджакея, и стояли на полу колонки. По потолку были примитивные световые приборы тому времени, обязательно наличие стробоскоп, и где экран, там была небольшая барная стойка. И вот это все пространство, это был танцпол. Ну сколько? Весьма узко. Весьма узко. Вот, стены были разрисованы тогда модным граффити, светодиодными красками. Вот, что называется, я его слепила из того, что было. Вот, и в принципе, тут в хорошую такую пятницу или субботу человек 500 набивалось, как сельди в бочке. Именно в этом клубе впервые в нашем городе появился диджейский аппарат, такой джиминай двухкарманник, на котором можно было бы изменять скорость, играть как настоящий диджакей, но никто этого делать не умел, поэтому он стоял без дела. Вот еще одна была история, тут стояла такая решетка, и днем кто-то из посетителей, хулиганы, просунули руку сквозь решетку и своровали CD-проигрыватель сквозь решетку. И при том, не сам проигрыватель, а блок управления, и дискотека встала. Такое тоже было. Чтобы вы понимали, вообще не было кухни, и только потом, спустя какое-то время, в баре начали запаривать лапшу доширак с сосисками. Это считалось вообще вау! В основном разливали чай, кофе, водку с соком. Все было достаточно примитивно, на наш сегодняшний взгляд, но по тем временам это была очень модная, очень крутая дискотека. Субтитры создавал DimaTorzok